Миллион двести тысяч рублей перевел житель Барнаула мошенникам. Говорит, был как под гипнозом. О том, как уберечь свои накопления от преступников, мы сегодня пообщаемся с юристом Региональной Ассоциации по защите прав заемщиков Антоном Даровских. Антон, здравствуйте. Вот вы, как говорят, на ловца и зверь бежит, да вы присутствовали при той самой ситуации, когда человек у банкомата пытался перевести крупную сумму, пожилой человек. Как вы поняли, что происходит что-то не что? Ну, знаете, случайный бы прохожий, может быть, и не обратил бы на это внимания, но так как мы с этим работаем, мы работаем практически каждый день и уже несколько лет, есть признаки, по которым это можно выявить. То есть, что я увидел? Есть пожилой человек у банкомата, рядом телефон, на громкой связи ему диктует номер счета, куда переводить деньги. Первое, что я подумал, это мошенничество, сто процентов, потому что, ну, суммы большие, просто диктовать по телефону, номеру счета, это рискованно, можно же деньги на другой счет куда-то отправить. В процессе разговора слышу, что наш пенсионер обращается к собеседнику по имени Дима. Дима, продолжай, Дима. Ну, Дима, Дима, значит, может, знакомый, родственник, там, мало ли, значит, все нормально. А тем временем он переводит деньги. Переводит деньги, Дима перезванивает, называет ему новый номер счета, переводит новую сумму. Ну, уже когда на третий раз я вижу, что что-то не так, потому что у Димы закончились номера счетов, куда переводить деньги, и все это время почему-то Дима называет разный номер счета. Вот, то есть уже действительно я тогда вмешался в процесс, подошел к мужчине, говорю, вы вообще знаете человека, кому вы переводите? Тут, в принципе, психологический такой момент. Человек переводит большую сумму денег. Я вообще посторонний зритель этого спектакля. Как подойти, что сказать? Человек может вообще там отправить меня на три буквы, сказать, не мешая, у меня тут важный процесс. Хорошо, а если мы становимся свидетелями, как подойти и что сказать? Что делать, да. Что вы сделали и как, что порекомендуете? Ну, первое, конечно, там, корректно как-то надо обратиться, да, вы, извините, вы точно знаете, кому вы обращаете, отправляете деньги. То есть я понимаю, что вы, возможно, стали жертвой мошенничества. Вы просто скажите, как вы подошли к этому вопросу, почему вы решили перечислять деньги, и все. Может быть, вы знакомы, вы знаете вообще этого человека, кому вы перечисляете деньги? Вот, но в данной ситуации на этот вопрос он ответил, да, наверное. Вот это меня и насторожило, как человек отправляет такие большие суммы денег в собеседнику, которого слышат, может быть, впервые. Ну и в разговоре, пока там этот Дима готовил следующий номер счета, чтобы перечислять очередной транш, пенсионер рассказал, что ему поступил звонок со службы безопасности Сбербанка, а мы с ним находились в отделении Альфа-банка. Ну все, уже сразу стало понятно, что это мошенничество. Я прям сразу говорю, трубку кладите, потому что это точно про мошенничество, давайте уже меры какие-то принимать. Что нужно сделать в такой ситуации? Что сделал этот мужчина, и что нужно сделать сразу, чтобы не перешли эти деньги и мошенничество? Что мы сделали в этой ситуации вместе с ним? Мы с его номера телефона позвонили в колл-центр Альфа-банка, быстро рассказали ситуацию и попросили номера счетов, куда перечислены денежные средства, заблокировать, потому что с подозрением на мошенничество. Оператор действительно быстро сработал, она связалась со службой безопасности и позже нам тоже стало известно, что действительно счета заблокированы, но на настоящий момент нам до сих пор неизвестно, остались ли деньги на этих счетах, потому что мошенники в этом плане, они достаточно шустро работают. Деньги пришли на счет, быстренько их перекидывают на другие счета, на другие электронные кошельки, в другие регионы, мельче-мельче, и все это по всей России распределяется, и уже потом концов не найдешь, к сожалению. Ну и банки здесь, может быть, не особо заинтересованы дальше вот эти все цепочки прослеживать, все эти мелочи собирать, потому что это трудоемкая работа. Здесь сам клиент банка, получается, виноват в том, что он стал жертвой мошенничества, но он при этом добровольно же вносил денежные средства на счет, его же никто не огораживал. Понятно, что все более защищенные способы придумывают мошенники. На что сразу можно обратить внимание, чтобы понять, что с вами разговаривает не представитель банка, не человек, который законным способом ждет от вас вашей суммы, а именно мошенник? Какие способы новые есть? Ну, вы знаете, как определить вообще звонит мошенник? Первое, на что стоит обратить внимание, это обращается ли он к вам по имени, то есть по имени-отчеству даже. То есть не просто имя там Антон, а имя-отчество Антон Александрович, такой-то банк. Если сразу же есть сомнения, рекомендую просто трубку положить и перезвонить на телефон горячей линии этого банка. Не по тому номеру, по которому поступил входящий звонок, а именно на горячую линию. 8800, там на любой банковской карточке вашего банка указан этот номер телефона, по которому можно позвонить и узнать, действительно ли звонит сейчас вам служба безопасности, что случилось, что их так встревожило в моем бездействии, потому что выходной день, например, я никуда не ходил, никуда не рассчитывался за это время. И на моей практике мне действительно поступали звонки из службы безопасности банка, но они поступают уже тогда, когда банк увидел мою операцию подозрительной, заблокировал ее и только потом мне звонит. Позвонит раз-два, не дозвонится, он дальше звонить не будет мне там сто раз. Это уже моя проблема, прийти в банк или позвонить в банк, заявить, что случилось с моей операцией, почему там деньги не перечислены, допустим. А могут быть мобильные банки безопасны, в принципе, могут ли быть вот эти банки онлайн, не будем называть там какие самые популярные, но тем не менее, нужно ли их вообще подключать, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, подключать их нужно или не нужно, это решает сам потребитель. Легко ли через них списать деньги, никуда, назовем это так. Есть специальные, допустим, вирусные программы, которые могут быть установлены в телефон, которые воруют эти данные для входа и в онлайн банки, и с СМС аккуратно забирают данные, коды подтверждения, когда переводятся денежные средства, и операция подтверждается СМС сообщением. Это вирусные программы, они есть, здесь, ну, наверное, антивирусные какие-то программы могут помочь, хотя обычные рекомендации, не ходите с телефона на недостоверные какие-то сайты, которые вызывают определенные сомнения. Вот. И что еще могу сказать? Ну, в любом случае риск всегда есть. Важно отслеживать это и пусть даже по тем же списаниям со счета. Сразу же реагировать, звонить по горячей линии в банк, писать заявление в банк, заявлять в полицию в этот же день. Все это должно быть прям оперативно, не откладывать это на потом, особенно если сумма важна для заявителя. Ну, можно ли подключать свои карты, прикреплять свои карты к каким-то сайтам, допустим, где вы постоянно совершаете интернет-покупки, или все-таки не стоит этого делать? Ну, вы знаете, я бы рекомендовал завести отдельную какую-нибудь карту для таких целей. Сейчас, в принципе, много решений, вы можете в одном банке заменить несколько карт с несколькими счетами, да, там и так далее. Просто кладите туда небольшую сумму, там, тысячу рублей, две-три, и рассчитывайтесь ей в интернете, и знайте, что она привязана к телефону, что она привязана к некоторым сайтам, с которых может автоматически оплата идти. И вы будете точно знать, что максимум, что оттуда спишется, это та сумма, которая лежит на счету. Больше оттуда не спишется. Ни в коем случае, естественно, не нужно привязывать кредитные карты, потому что лимит может быть большой, банк может увеличить кредитный лимит. Вот здесь вы рискуете. А так, простая рекомендация, заведите отдельную карту для таких целей, для расчета в интернете. А что касается банкоматов, все ли они безопасны? Ведь, говорят, существуют какие-то считывающие устройства, куда, вставив карту, могут оказаться все данные в руках мошенников. Или все-таки это миф? Ну, вы знаете, мы в Алтайском крае не сталкивались с этими ситуациями. Конечно, в интернете много таких историй, что в Москве, где-то в крупных городах попадались на это жители, где считывались данные с банковской карты, потом передавались мошенникам, мошенники оттуда забирали деньги. В Алтайском крае такого я не слышал, не встречались мы с этим. Я думаю, что это уже такая устаревшая модель мошенничества. Сейчас все-таки больше распространена такая модель, когда звонит сотрудник банка, и он уже не спрашивает номер карты, не спрашивает CVV-код, а уже каким-то образом вынуждает своего собеседника. Вам недавно позвонил такой сотрудник, вы рассказывали ей довольно забавная история. Не все мы можем ее произнести, извините, по цензурным соображениям в эфире. Расскажите, пожалуйста, вам позвонил сотрудник, рассказал, что вы в Сочи что делаете? Звонит сотрудник, да, и говорит, что 10 минут назад через интернет-приложение из города Сочи с вашего счета была попытка несанкционированного списания денежных средств. 9 тысяч рублей вы переводили. И в этот момент вы как подготовленный клиент отвечаете? Ну, естественно, я говорю, да, я, ну что, я аж нахожусь в Барнауле, конечно, я могу в городе Сочи сейчас переводить денежные средства. Вот, видимо, там на той стороне как-то алгоритм меняется полностью, он не знает, он не был готов к такому ответу, конечно. Точно вы? Точно я. Ну и все, и дальше мат на мате, грубо говоря. Начинается нецензурная бронь, потому что, ну, действительно, вы ввели его. Что ты мне тут рассказываешь? Такой-сякой. То есть нужно быть просто готовым, и действительно можно их поставить тоже в неловкую ситуацию. Антон, скажите, пожалуйста, а бывают ли случаи успешного завершения таких дел, возвращаются ли деньги к потерпевшим? Знаете, у нас, я что-то вспомнил сейчас один случай, когда у человека списались денежные средства, потому что поймал вирус. В телефон установилось приложение, и со Сбербанка ушло там 7 тысяч, по-моему. Человек сразу же заявил в полицию, изъяли у человека телефон, тоже это, к этому нужно быть готовым. Когда мы заявляем в полицию о таких случаях, полиция имеет право изъять телефон для экспертизы, там, для выяснения всех этих деталей. И где-то в течение недели вернули человеку деньги, но я предполагаю только потому, что на этом счету были деньги. Может быть, не те, которые с этого телефона списаны, с других каких-то пострадавших, но, по крайней мере, деньги оказались на счету, и их вернули. Это больше единичные случаи, да? Потому что, к сожалению, вот здесь, в наш цифровой век, деньги просто распределяются очень быстро. Задача мошенников их быстренько убрать с того счета, на который они их завлекли. То есть быстренько на другие счета, на электронные кошельки, на другие регионы, может быть, даже за границу куда-нибудь, на валютные счета, какие-то там кибервалюты, которые у нас сейчас там модные и так далее. Что сейчас происходит с тем человеком, который перевел миллион двести, он подал в суд? Ну нет еще, мы не подавали в суд. Мы ждем, сейчас возбуждено уголовное дело, и, как следователь сообщила, поданы все необходимые запросы в банк, там, и в другие инстанции для того, чтобы выяснить, где сейчас находятся эти денежные средства и, возможно, ли их вернуть. Будем надеяться, что все успешно завершится. Спасибо вам за полезную беседу и за время, которое вы для нас нашли. Спасибо. Мы сегодня говорили с Антоном Даровских, юристом региональной ассоциации по защите правозаемщиков, говорили о том, как сберечь свои деньги и где правильно их хранить. До встречи.